В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной подвели итоги экофестиваля «Цвет лета». Основная часть его программы – презентация концепций гармоничных экологических зон, в которых могут сосуществовать деревья, цветы и урбанистические объекты. Одна из наших главных задач – создать для наших жителей Подмосковья комфортные и безопасные условия для жизни в условиях города. И мы прекрасно с вами понимаем, что комфорт – это асфальт, конечно, но о безопасности нашей экологии, наше, собственно говоря, здоровье – это природа в городе. Помимо интересной познавательной программы, в которую вошли лекции и общение с представителями профессионального сообщества, гостей экофестиваля ждали разнообразные развлечения. Кроме того, все желающие смогли принять участие в создании современной экозоны. У нас более 30 интересных пространств получилось в каждом городе. Это действительно интересно, это воспринимается жителям. У нас были некоторые места, которые мы видели, где люди действительно приходят на основную площадку городскую. Это очень интересно, мне кажется, надо эту тему, конечно, развивать, и мы обязательно будем это делать. Главную цель фестиваль «Цвет лета» выполнил. Он наглядно продемонстрировал, что в черте города можно органично сочетать зеленые насаждения и необходимую инфраструктуру. Уже сейчас в региональных зонах отдыха высаживается множество адаптированных к особым условиям многолетних деревьев, кустарников и цветов. Ну а самые красочные экообъекты, представленные в этот день, были награждены премией «Лучшее ландшафтное пространство Подмосковья». Победителями в этом экологическом состязании стали гости из городского округа Химки с проектом «Русское поле». Милая Тарасевич, Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...